Если вы работаете в заливке, давайте подумаем с вами, какие участки выделить заливкой разного тона. Ну, во-первых, поверхность самого тела оставляйте просто без заливки совсем. Теперь, надо, чтобы на рисунке отличался разрез вашего вскрытия от внутреннего угла. Это значит разрез одним полным. Теперь, внимание, посмотрите на ваши разрезы, на то, что вы сделали. Вы видите вертикальные полосочки, проходящие по этим разрезам. А что это за полоса? Ребро будет выглядеть как точка. Ребята, помните про неомеры у ансетника? Да. А перегородки между ними как называется? Миосепты. То есть, что это за такие линии? Миосепты. Миосепты, конечно. Разделяющие сегменты тела. Так вот, плоскость вскрытия одной заливочкой не особо хорошо бы на ней, конечно, выделить. Ну, а дальше, силу заливки для каждой вытянной ванной детали, это уже самостоятельно. Для каждой вытянной ванной кайфы. А я вам рассказываю. Да. Похожи. Здесь есть сегменты. Похожи. Территория. Продолжение следует... 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 небольшую полосу затемнения. Это не настоящая тень, конечно, это полоса затемнения. Вот из-за этого, видишь, я ее отправил и сразу бросается в глаза. Вот попробуй дать такие полоски затемнения по контуру. Завершающая часть. Мы до этого этого не делали. Составление меню. Для этой работы как раз линейка вполне уместна. Проводите прямую линию в указателе. В конце линии ставите цифру. И дальше столбиком. Где? Что? Название органов. Очень частый случай. Вот человек долго-долго возился с работы. Много сил потратил. Работа получилась хорошая. А потом взял и написал в меню курицу лапы. Ну а как будет восприниматься работа после этого? Аккуратительно. Аккуратительно. Папа, вот как раз в указателе, как только я говорил, по линейке. Если линейки нужны, да. А можно так ей сейчас? А то я ей написал очень очень. Ну, если уже нарисовал, оставь так. Ну и все подписи. Старайтесь писать ровно и красиво. Линейки сейчас да. А во-вторых, вдоль самой линии дайте вот такую зону дополнительного затемнения. Потому что пока у вас пикли кишечника, слишком сильно сливаются друг с другом. А у нас все-таки задача как раз обратить внимание зрителя на внутренние органы. Вот вы делите более отчетно. Я понимаю, что то, что я сейчас буду делать, не в силах настоящего мужчины сдержать себя хотя бы чуть-чуть. Вот смотрите. Вот у вас здесь штриховочка. Сколько раз мы говорили, что светлые пятна, особенно вдоль линии, вещь неупустимая. Ну вот смотрите. Если не спешить, если не размахивать карандашом, как боевой саблей, Аккуратными движениями взяли и сделали заливку равномерно. И сразу у вас представление, впечатление от этого рисунка резко изменилось. Ясно, что к черту детали. Это же такие маленькие детали. Подумаешь, махнуть налево, махнуть направо. Вот и вся задача выполнена. Вот так. Теперь смотрим. Вот здесь у вас пока что просто мешание на линии. И где что непонятного, но вот просто хоть дерись. Вот это у вас. Что должно стоит означать вот эта фигура? Это вот. Это вот. А что это такое? Печень. Печень. Ну хорошо, допустим, печень. А вот это? Вот эти рогульки. Вот эти линии. А это что? Вот интересно, вы же были на занятиях вместе со всеми. А что перед вами, вы так и не поняли. И что самое печальное, вы не спрашиваете об этом. Потому что для вас это неинтересно. Ну подумаешь, что у него там в пузе. Да? А ведь задача была как раз разобраться с внутренним устройством. Это петли кишечника, которые вы, кстати, изобразили не совсем верно. Но даже если вы так изобразили, они же должны быть окричимы от печени. Все-таки это разный орган. А делается это вот, как вдоль линия проводится полоса затемнения. И сразу становится понятно, что вот это один орган. А рядом с ним что-то другой орган лежит. Это никакая не тень. Это искусственный прием. Потому что делать изображение с реальными тенями, это очень сложная задача. С реальными тенями изменить. Понятно? Ну вот, пожалуйста, давайте отделите вот эти. Кстати, а вот это что за ужас такой? А, вот мы в смысле вы правы. Действительно стенка целом у вас. Так что здесь такие септы идут. Только направление-то линии там другое. Ну посмотрите. Что же вы фантазируете? Это все-таки биорисунок. Что это за линии? Что это сегментики такие? Ну вот это что такое? Вот это. Целом. Стенка целом. Совершенно верно. И видны, вот видите, мы разрезали миомеры. Это миосепты, их перегородчик. А здесь вот пошла линия. Вот пошла. Вот. В дынях еще ветки кровеносных сосудиков идут. Вот видите? Вот путь, вот путь. Вот так вот. Ну а так, в принципе, все заканчиваем. Так, вы знаете, наверное, не стоит делать заливочку до внешних органов. Пускай внешняя поверхность как раз отличается от зоны вскрытия. Нормально. Нормально. Давайте меню вставляем. Так, секунду. Вот смотри. Существенно более верхую границу делаем. Вот так. Убираем все светлые полосы вдоль этой линии. Вот так. Пересечение линий выделяем как более яркие участки. На то, что таки мастер-приемный. Ну и посмотрим. Впечатление от рисунка поменялось. Ага. Вот. У нас уже совершенно очевидно, где что. Так. Так, составляете менюшки. Спасибо. Продолжение следует...